Друзья, всем привет! В этом видеоролике вы узнаете, изменится ли цена на автомобиль Mazda 6 или CX-5, если прийти покупать автомобиль у официального дилера не одному, а в сговоре с другими такими же потенциальными клиентами. Мы проводим эксперимент, цель которого понять, что будет, если предложить одному официальному дилеру продать одним днем более 20 автомобилей одной марки и одной модели, но в абсолютно разных комплектациях. Условия покупки при этом тоже абсолютно разные. Наше желание простое и четко сформулированное. Мы скооперировались, нас набралось более 80 потенциальных покупателей на автомобиль Mazda 6 и CX-5. Я составил детальные списки, где расписал по каждому человеку комплектация, модель, цвет. Все это разослал официальным дилерам и сейчас же мы собираем ответы. На сегодняшний день, в принципе, все 99% ответов получены. Обо всем этом я поговорю чуть-чуть позже. Сейчас же хочу напомнить то, что недели ранее мы снимали точно такое же видео про автомобиль Kia Optima, где я рассказал все подробности, нюансы, как вообще реагируют на нашу вот эту задумку официальные дилеры. Поэтому переходите по ссылке в описании, смотрите его, чтобы вам была ясна полная картина. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать каждому зрителю, каждому акционеру канала огромное человеческое спасибо. Друзья, я читаю все ваши комментарии, я с вами общаюсь, я вижу то, что на канале собралась огромная аудитория, это вот адекватные взрослые люди. Мне очень приятно то, что вы понимаете, что для того, чтобы снять 20-минутный ролик, мне приходится потратить гораздо больше времени. И я рад то, что вы меня поддержите, даже те, кто не принимают прямого участия в этом коллективном сговоре, все равно говорят спасибо. Цель нашего эксперимента простая, я хочу сэкономить ваши и свои деньги, ведь вы с вами простые люди, мы с вами сегодня покупаем автомобили, кто-то через год будет покупать автомобиль, и задача простая, сэкономить наши с вами денежки. Поэтому еще раз вам огромное спасибо за поддержку, мы продолжаем. Начать я хочу относительно с резких высказываний, но это мое личное мнение. Вот смотрите, все списки по Мазде я отправил еще 15 сентября. Сегодня 10 октября и находятся те дилеры, которые до сих пор кормят нас завтраками. Обещаю, что вот завтра к обеду они пришлют в самые хорошие выгодные цены. И так происходит уже 3 недели. Я считаю то, что 80% дилеров, с которыми мы столкнулись, это откровенные барыги. Потому что как только они понимают, что суть нашего эксперимента это сэкономить, то что мы хотим купить автомобиль с наиболее высокой скидкой, и не покупать у них допы, которые продаются в 3-4 раза выше, они сразу теряют интерес. И более того, они считают то, что вообще перезвонивать не нужно. То есть они не могут позвонить прямо и сказать, слушайте, мы, например, не будем принимать участие. Нет, они тянут до последнего, я им звоню. Да-да-да-да, по факту, всем вновь прибывшим на канал, или кто не в курсе, напоминаю то, что я сам лично являюсь обладателем Мазды 6 2-х литров 2015 года выпуска. И на протяжении двух лет я снимаю видео про нее, и, соответственно, получаю очень много писем от людей, которые пишут, вот тоже купил себе Мазочку в такой-то комплектации, по такой-то цене. Таким образом, за эти два года я в ценах ориентируюсь, я знаю, кому, ну какую комплектацию, сколько реально скидывают. Я также разбираюсь в акционных предложениях, которые идут непосредственно от завода. Каждый месяц они где-то обновляются, поэтому за всем этим я слежу, и обмануть нас, называя какую-то прямую скидку от завода, выдавая ее за скидку от дилера, не получится. Поэтому в процессе видеоролика я назову те скидки, которые нам предлагают непосредственно официальные дилеры, и назову реальные цены, за которые люди в течение последнего года забирали автомобили. Если поговорить про Мазу ЦИХ5, то здесь ситуация немного другая, так как относительно недавно вышел обновленный кузов, и на него очень большой спрос. Это на самом деле так. Вот сегодня прийти в автосалон и найти максимальную комплектацию, которая стоит порядка двух миллионов рублей, будет еще крайне сложно. Более бюджетные комплектации, на удивление, спросом не пользуются, и вот их в салонах гораздо больше. В открытых источниках я посмотрел статистику продаж автомобилей за последние несколько месяцев. И знаете что? Она выросла на 10%. Да, за последние несколько месяцев продажи автомобилей пошли вверх. И я лично, заходя к официальным дилерам по салонам в будние дни, в выходные дни, вижу то же самое. Народу действительно много. Многие люди ходят по салону, кто-то оформляется. То есть движуха начинает идти. И на основании этого, это напрямую сказывается на политику предоставления прямых скидок от салонов. Друзья, я не хочу размазывать кашу по тарелке, но прежде чем начать вам называть предложения по ценам, я вам хочу вообще в целом рассказать, как себя повели дилеры. Напомню, я отправил 8 дилерам наши списки. Каждый дилер между собой никак не связан, и у каждого из них своя база по автомобилям. Первый дилер, которого мы отправили, называя их в хаотичном порядке, кто-то был первым, кто-то вторым, неважно. Суть в следующем. Ждали от него ответа 2 недели. Ждал, звонил, все переводил, то что да, да, мы работаем, готовим предложение. На третью неделю звоню, говорю ему, слушайте, но нам уже надо цены называть, люди дергают. Наш директор, сваливается, он директор решил, в этой авантюре не участвовать, потому что прямого доступа у нас к клиентам к вам нету, поэтому вы перекуп, с вами работать, нам нет никакого смысла. Я вам объясняю, но подожди, как это перекуп-то? Хотя бы какое-то предложение, общее, там, стандартное, цены называть. Нет, 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 я не хочу на эту тему разговаривать, давайте закроем нашу тему. Вот примерно такой разговор. Но изначально все прям пытаются под разными углами вытянуть ваши номера. Зачем? Чтобы начать каждому из вас прозвонить и говорить, вот вы к нам приезжаете в салон, для вас будет хорошее предложение. Одним словом, вот этот первый дилер отвалился через 3 недели, мозга трепа. Второй дилер, это как раз тот самый, который любит свистеть в уши, говорить для того, чтобы получить самое крутое предложение, вам нужно к нам приехать. Я как-то раз уже снимал про это видео ролик, как покупать автомобиль со скидкой, говорил то, что ехать к дилеру без предварительной цены не нужно. Но сам вот почему-то вляпался в эту тему. Вы знаете то, что у нас на канале появился спонсор, поэтому бак автомобиля был заправлен, было свободное время, суббота, думаю, ну блин, надо проехаться, проработать. У нас была договоренность следующая, приезжаю, садимся, и по каждой комплектации прям детально все прорабатываю. По факту приезжаю, все ему рассказал досконально, что наша задача это сэкономить, он все выслушал. И я вижу то, что он пытается в процессе разговора вклиниться и вот вставить вот именно вот эти, покупка допов, купить каска, купить резину. Я говорю, понимаешь, у вас цены высокие, люди их сами могут купить на сайте. Да, но, да, но по факту получается следующее. Он понял то, что наша задача сэкономить, после чего говорит, ну давайте я вам через пару дней подготовлю хорошее предложение. Это было 30 сентября. Обещал выслать 2-3 октября, ну мол, начало месяца. И знаете, что происходит? Я ему 5-го числа звоню, говорю, где предложение? Он сбрасывает. Я ему еще раз звоню, опять сбрасываю. Я тут пишу ему смс, где предложение, нам нужно уже цену оглашать. На что он мне отвечает, то, что я перешел работать в Форд с 1-го числа, поэтому от меня предложение не ждите. И вот охота ему сказать, ну вот ты кто? Я вообще не знаю, слово черт, оно ругательное слово или как? Вот просто наглый черт. Вот ты с ним договариваешь, с человеком, он знает, что с 1-го числа он уходит в Форд. И вот он ради интереса меня пригласил посидеть, послушать. Таким образом, просто этого дилера сразу списываем со счетов. Он, конечно, обещал, что кто-то там от него перезвонит. Прошло уже 5 дней сегодня, 10-е число, никто не перезвонил. Третий дилер. Здесь было взаимодействие с женщиной. Но женщина появилась точно так же, как вот эти 2 мужчины. С дня на день переносила. Когда я ей звонил в 4-й раз, говорю, ну где предложение? Я все передала, я со своей стороны все сделала. Все ушло к менеджеру, он сейчас подготовит. Я говорю, ничего ваш менеджер не готовит. Таким образом, 4 звонка, все отправил. Письма они подтвердили, что получили. Ответа фига, просто фига ответа. А это означает то, что им это неинтересно. Четвертый дилер. Все внимательно выслушал. Как я вам говорил ранее, я общался только с руководителями отделов продаж. Он послушал, прям как сейчас помню, даже себе пометил, то, что он низкие цены, подарки, все по минималке. И вы еще ничего не хотите покупать дополнительно? Я говорю, да, 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 все верно. Он говорит, не, сразу говорит, неинтересно. Машины продаются, поэтому отбой. Пятый дилер прислал предложения с ценами. Видно было то, что по спискам он поработал, каждую модель посмотрел, потому что цены были везде разные. Скидка на одну модель поменьше, которая пользуется больше популярность, на другую побольше, которая менее востребована. В общем, вот от него цены были. Они, конечно, не ах какие, но это было первое достойное предложение, чтобы было видно, что человек занимался. И ему, собственно, интересно. Шестой дилер тоже прислал предложения с ценами. Конечно, пришлось его тоже тормошить, но, тем не менее, от них ответ есть. Седьмой дилер. Вот его предложение я уже называл, только не помню, было это на канале или же это было в Инстаграме. Значит, смотрите, он изначально был самым первым. И да, он следующее предложение, мол, на каждую модель минус 100 тысяч, если идете по трейдину, еще минус 100 тысяч, и каждому плюс 50 тысяч на допы. То есть на эту сумму вы можете выбирать. Я ему звоню вчера, говорю, ну, вообще, смотри, давай подтверждай, на октябрь действует предложение. Пошел, посмотрел, прикинул, говорит, не-не-не, максимум, что могу сделать, это 70 тысяч на подарки. Замыкающий восьмой дилер, это один из тех, на кого я возлагал тоже свои надежды, думал, у них будет очень крутое предложение. На деле же получается так, то, что, видимо, в силу хороших продаж, предложение они сделали, но оно было не ах какое. И вот, не отходя далеко, давайте прямо здесь и подведем краткий итог. Ну, смотрите, никто из официальных дилеров не захотел выступить в роли некого Робин Гуда. Никто не пошел на встречу с предложением продавать, мы там выставим 10 автомобилей, пусть это будут автомобили определенных комплектаций, в неудачных цветах, которые пользуются меньшим спросом, но их мы вам отдадим по минимальной накрутке. Никто в открытую и прямо не стал говорить, слушай, давай, я согласен поучаствовать, я готов скинуть все автомобили с минимальной ценой, но таким образом я за месяц продам весь свой склад. Нет, никому это не надо, никому это не интересно. Машины продаются постепенно, каждый день приходят люди, поступают звонки, поэтому они зарабатывают. А вот эти вот эксперименты, про которые-то они спрашивали, а вы уже когда-то такое делали, уже есть какие-то эффекты, опыты там положительные? Я говорю, ну нет, все, первый раз они говорят, блин, неудачно выбрали модельный ряд, да и вообще уже мало шли на общение, потому что как бы они чувствовали, что здесь они не заработают. И вот теперь, когда я вас подробно проинформировал со всеми обстоятельствами дел, давайте отправимся в офис к нашему стенду, где поговорим о ценах на автомобиле Mazda 6 и CX-5. Пришло время поговорить о ценах, и начнем мы с Mazda 6 с двигателем 2 литра 150 лошадиных сил. Смотрите, для вашего удобства я все расписал, сейчас вам все прокомментирую. Первое, здесь прописано комплектациях. Автомобиль представлен в четырех комплектациях, это Drive, самая бюджетная, самая простая, Active, Supreme и Supreme Plus. Вот здесь указаны их прайсовые цены. Я их сразу плюсую и округляю, с учетом того, что машина уже окраслена в цвет металлик. Так как 18 тысяч рублей не всегда учитывается изначально людьми. Если ты выберешь цвет красный, или там специально еще есть цвет грей, то она к этой цене еще нужно плюсовать 6 тысяч рублей. Вот их официальные цены. Раз. Вот теперь мы переходим с вами вот в эту сторону. И смотрите, ну вот что вот нам предлагают дилеры, это типа как бы самое лучшее предложение из того, что нам удалось найти, вот вместе с вами получить. На все это, с учетом того, то что мы приходим коллективным сговором, каждому готовы скинуть по автомобилю, на любую комплектацию, минус 60-80 тысяч рублей. Изначально было оговорено 60 тысяч, 80 это типа ну блин, может быть, посмотрим в процессе общения. Дальше идем. Вот пока что ничего не пишите, не говорите. Мы сейчас про все прокомментируем. Сейчас есть также прямые акции. Ну смотрите, первое, это зимняя резина с дисками RC. Это предложение распространяется как на шестерку 2 литра, так и 2,5. Далее есть предложение Katana Edition. Это так называемая спецсерия. Ну смотрите, что она под себя подразумевает. Вам наклеит шильдик Katana Edition раз. Далее вам сделают накладки на пороге, на передние два. Они не световые, ничего не подсвечивается. И третье вам вот в ноги спереди поставят диодную подсветку белую. Все, это как бы типа спецсерия. Все это идет вам в комплекте. Далее есть предложение по трейд-ин. Вот здесь на шестерке 2 литра и 2,5 подчеркиваю. Они идут от 40 до 95 тысяч. Вот прямая скидка. С чем это связано? 40 тысяч, если ты приехал условно там на машине, на любой кроме Mazda. Если ты приезжаешь на Mazda, но она старая, там больше 6 лет, то тебе скидку сделают дополнительно 65 тысяч рублей. И если ты приезжаешь на свеженькой Mazda, ну к примеру там 2 года, 3 года, тебе здесь могут сделать максимальную скидку в размере 95 тысяч рублей. Плюс сюда же можно донести какое-то дополнительное оборудование. Какое конкретно? Ну как обычно, все по мелочи. Защита картера можно выпросить. Можно выпросить резиновые коврики в багажник, там в салон. Напоминаю, то что в салоне изначально идут уже ворсовые коврики. Можно попросить там сетку в решетку радиатора. Ну знаешь, все по мелочи. Какое-то там грандиозное предложение в серии сделать. Шумку по кругу вряд ли. И вот обратите внимание вот на эту сторону. Вот здесь сейчас представлены цены на каждую комплектацию. Вот первый драйв, актив, так же все для вас прописали, чтобы вам было понятно. Кстати, смотрите, указываю так же. У комплектации Supreme Plus есть 3 пакета, которые там включаются различные доп. оборудования. Вот все это на сайте вы можете почитать. Здесь так же цена указана с учетом скидки. По факту я отнимаю от той цены 60-70 тысяч рублей примерно. То есть дополнительно можно еще больше что-то поторговаться. Ну как обычно, вот это начинается разговор из серии. Приходите, все в индивидуальном порядке. Я каждому пытался сто раз объяснить, на какой индивидуальный порядок. Вот мы все люди, мы никто не хотим торговаться. Я за всех торгуюсь. Я за всех пришел в индивидуальном порядке. Все решайте со мной. Не. Для них это, знаешь, как вот необычно. Вот они первый раз с этим столкнулись. И они, ну как так, ну кто-то же захочет, кто-то что-то захочет. И говорят, ну возможно, кто-то скажет каска. Кто-то возьмет еще что-то из допов. Но ты сделай предложение на сухую. С учетом того, что человек пришел покупать либо за наличное, либо в кредит. Потому что примерно это будет плюс-минус одно и то же. Поэтому вот это предложение, откровенное фуфло. Я вам честно говорю, то, что оно не стоит никаких свеч. Объясняю почему. Вот здесь у нас висит такой некий сюрпризик. Да, я сделал. Значит, сюда я прописал все цены, по которым вы покупали автомобили в течение последнего года, подчеркиваю. Не 2-3 года назад, а вот свежие цифры. Значит, смотрите. Вот эти цены были названы людям с условием того, что они покупали за кредит либо за наличный расчет. Все. Trade-in здесь никак не учитывается. Trade-in это дополнительно. Вот вам цена прописана. Это дополнительно. Поехали. Drive реально человек забирал за 1 260 000. Это вот голая цена автомобиля. Дальше идем. Актив реально занимали за 1 290 000. Вот я постараюсь отойти, чтобы вам было видно и чтобы вы понимали, что вот дилер нам предлагает за коллективный сговор за 40 человек. 1 340 000 человек заходит с улицы сам, самостоятельно покупает автомобиль на 50 000 ниже. Дальше идем. Supreme. 1 625 000 до прайсовая цена. Я слышал, вот сейчас просто не могу найти это предложение. Вот я специально сейчас перелистывал, сидел в контакт найти. Но человек забирал ниже, чем за 1 500 000 рублей. Только рассматриваем официальных дилеров. Идем дальше. Supreme Plus. 1 652 000 рублей. Мой сосед, вот мой сосед, купил этот автомобиль за 1 450 000 рублей. Плюс ко всему, он сделал у дилера каско, но он сделал каско-угон тотал за 39 000 рублей. Стаж больше 10 лет. Как там некоторым насчитывают по 200, по 300 000 за каско? Понятия не имею. Есть такая комплектация Supreme Plus с первым пакетом. Это точно такая же комплектация, как у меня. То есть без кожи. 1 400 000 человек я забирал. Ну и дальше, смотрите, вот две другие комплектации. По ним цифр точных не нашел. Мы уверены, что это будет больше 100 000 рублей. Вообще запросто. Но если на эти скидывают практически 150 000-200 000, ну и с этой скинут запросто. И вот сейчас почувствуйте разницу на одном простом примере. Supreme Plus это наиболее привлекательная комплектация. Многие ее хотят, потому что она, можно сказать, максимальная. В ней есть по максимуму все, что нужно для водителя. Прайсовый цена 1 652 000. Дилер нам предложил 1 585 000. Ну плюс вот стандартные предложения, которые, говорю, всем будут сделаны. Человек находится на сайте за 1 450 000. Даже в процессе вот этого обзвона были люди, которые изначально предлагали вот эту комплектацию по цене 1 500 000 рублей ровно. Но когда я им позвонил, сказал, слушайте, у вас цены вроде бы как наиболее интересны, привлекательны. Мы будем с вами работать. Говорю, подтвердите еще раз цены. Он прописывает все то же самое, но ценник уже просто на сотку задрал. Но опять же, повел себя некрасиво. Вот про этих вот непорядочных людей зацикливаться не буду. И вот знаете, глядя на все это, вот я сейчас думаю, есть ли смысл вообще писать про 2,5? Да никакого смысла абсолютно нет, потому что предложение будет то же самое. Вот 2,5 просто все сотри, зайди вот на официальный сайт, посмотри их цены, и вот это вот для тебя будет. Вот это прям все забыл, закрыл. По факту я тебе говорю следующее. То, что вот эти вот цены ты видишь за скидки. Можешь сам смотреть, где-то тут 80, где-то выходит 150. Это интересно. Это действительно привлекательные, хорошие цены. Поэтому торговаться выгоднее, как показывают прямой пример, прямая практика самостоятельно. Тут коллективный сговор. Ну как вот, пацаны, ну как вот сказать по-другому? Ну не интересен никому. Я приезжаю, ну вот это вот, мне просто хотелось разменяться. Вот 60 тысяч, 80 тысяч. С учетом того, что я могу привезти людей, вот скооперировать 80 человек в один салон, в течение там 2-3 месяцев покупать автомобили. Да им нафиг не надо. Они говорят, у нас есть продажи, у нас есть записи на автомобили, их покупают по стандартным ценам. Вот давайте дальше переходим сразу. ЦХ5. И как я сказал в начале, ситуация здесь еще сложнее, еще интереснее. Смотрите, вот есть базовая версия, допустим, ЦХ5 2 литра, Drive. Вот она самая простая, 1 миллион 450 тысяч рублей, ну сразу с учетом того, что с покраской. Вот они в наличии есть, вот их можно найти. Можно попробовать найти актив 2-литровый с передним приводом, либо с полным приводом. Разница в 100 тысяч рублей между ними. Ну вот найти, например, 2.5 ЦХ5, да, актив, либо Supreme, вот их всего две комплектации, вот это целая проблема. Хотя вот, например, Supreme Plus, он идет 2 миллиона. А есть с доп. пакетами, он там 2 200 может выйти. И на них стоит реально очередь. Куда я не заезжал, они в открытую показу берут компьютер, поворачиваются, вот смотри. И прям пошел. Машина, которая есть, или в ближайшей поставке, все прям красные. Ну то есть под заказом, в ожидании, то есть предоплаченные и так далее. То есть у людей денег есть дофига, они это видят, они видят тоже повышенные спросы, поэтому они какие скидки, ты что, о чем ты? Что сделала Мазда сама непосредственно? Вот смотрите, трейд-ин здесь идет от 40 тысяч до 145 тысяч. За счет чего? Первое, как я сказал чуть ранее, 40 тысяч, это если ты приехал там условно на любой другой машине, но не Мазде. Если ты приезжаешь на Мазде, который больше 6 лет, то тебе сделают скидку здесь порядка 95 тысяч рублей. Если ты приехал на более свежей Мазде, который до 6 лет, соответственно, ты можешь рассчитывать на скидку до 145 тысяч рублей. В реале все это нужно смотреть индивидуально, в каком состоянии у тебя автомобиль. Что нам предлагает дилер? В большинстве своем они вообще сказали, что CX-5 и сейчас пирожок ходовой, поэтому каких-то скидок на него вообще неохота делать. И вот наш, например, дилер, ну как бы скажем так, финалист, предложил 60-80 тысяч. Ну а вот теперь давайте присядем с вами, подведем итог. Значит, ситуация у нас, как вы видите, не совсем приятная. Вот если ты расстроился, наверняка ты сейчас можешь сказать, блин, я ожидал хороших скидок. Да ты представь, как я расстроен. Я, блин, бегал за ними, на самом деле, я думал, сейчас такой подгон пацанам сделают. Сейчас найдем машины, люди будут все довольны. Фигу. Вот серьезно говорю, проще собраться всем там, пять человек, либо самостоятельно по одному, парни. Один день рабочий, вот тебе уйдет, ну два максимума, вот выходные выдели, покатайся по салонам, делать это лучше, конечно, к концу месяца, там числа с 20-го. Искать того дилера, у которого есть твой автомобиль, в нужном тебе цвете, и, соответственно, с ним уже как-то стараться договариваться. Если вдруг кого-то устроил, вот эта скидка типа 60 тысяч, смотрите, ее можно взять хотя бы как основу, то, что от чего отталкиваться. Но если уж вдруг кто-то готов по ней забрать, пишите. Я вам честно говорю, то, что это не гуд прайс. Вот это далеко не гуд прайс, самому можно найти гораздо более выгодные предложения. Когда, если сейчас, в октябре, никто этого не делает, жди. Вот подождать есть смысл, подожди до ноября, подожди до декабря. В декабре по-любому будут какие-то распродажи, какие-то начнутся, как обычно, праздничные акции. Тогда можно будет найти достойное предложение. Честно, я рад одному, то, что я все это делаю абсолютно бесплатно для вас. И вот представляете, что было бы, если бы я в самом начале бы сказал, парни, все, кто участвует, 3 тысячи рублей в качестве подтверждения того, что вы, во-первых, действительно хотите купить его автомобиль, а во-вторых, ну я же вроде как для вас все это делаю, вам еще скидки, бегаю по салонам, обзваниваю. Сейчас бы такое получилось бы, то, что вроде как я не справился, не сделал, денег взял, ну и так далее. Вы понимаете, это был бы сейчас вообще жесткий такой разгром. У нас на канале начали появляться спонсоры, сейчас им является сайт yurimon.com, вы про него уже знаете, я вас с ним познакомил, ссылку на него также оставляю в описании. Он является агрегатором по подбору автосервисов, заходите на сайт, регистрируйтесь, получаете купон на 5 тысяч рублей, в общем, там все детально расписано, все сделано элементарно, 5 минут времени потратишь, все поймешь. В общем, вот таким у нас сегодня получился видеоролик. Я согласен на то, что он непростой, относительно его можно назвать провальным. Я попробовал, я побегал, поискал, пособирал, ну в общем, не хотят они идти на вот эти эксперименты, никому это не интересно. Кто-то скажет, дилеров можно понять, это же их хлеб. Да, это их хлеб, если бы я пришел, бы ему и сказал, отдай нам машину в ноль. Мы же попросили, просто смотри, вроде бы как выгодно все звучало изначально. Есть народ, сделай самое выгодное предложение, а в ответ получается фига. То есть, они делают стандартную скидку, вот сейчас люди параллельно пишут, заходят в салон, им сходу дают 60 тысяч рублей минус, а нам одно из самых лучших предложений 60 тысяч рублей. Другие, которые я называл, там было процентное соотношение на одну машину, 2 процента, другую 4, плюс-минус 40-80 тысяч, не больше. Поэтому, все оставляю вам на суд, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите, что вообще думаете по этому поводу, как выходить из ситуации, в общем, буду читать ваши комментарии, в ближайшее время мы снимем видеоролик про Toyota Camry, там ситуация еще смешнее, поэтому парни, но делаю все честно, в открытую, не гонюсь за просмотрами, понимаю, что такие видеоролики не набирают особой популярности, но социальный эксперимент, его нужно доводить до конца, поэтому до новых встреч, всем пока-пока!